Адамов мост или мост Рамы это природный феномен или древнее сооружение богов. Адамов мост, также мост Рамы, Рамосету там береница Отмели и островков протяженностью 48 километров в Индийском океане. Между Индией и Шри-Ланкой. Геологически примечательное возвышение песчаного морского дна, тянущаяся от индийского острова Рамесваром у мыса Рамнат до Ланкийского острова Маннар. Местами выступает небольшими островками, но большая часть в сильное полноводье лежит под водой на глубине от 1 до 1,2 метра. И только пролив между мысом Рамнат и островом Рамесваром, так называемый проход Памбан, доступен для небольших судов. Параллельно цепочке моста проходит паромное железнодорожное переправа. По поводу возраста моста Рамы идут споры среди ученых уже долгое время и они не закончатся. Он определяется от десятков тысяч до миллионов лет. Структура сооружения подробно исследована. Мост сложен из известняковых волунов размерами полтора на два с половиной метра. Под волунами песчаная насыпь толщиной от трех до пяти метров в разных местах, лежащие на каменном основании. Согласно старинным арабским и португальским картам, Рамосету был проходимым вплоть до конца 15 столетия. То есть мост Адама находился полностью над уровнем моря, пока не прорвался циклоном в 1480 году. В конце 15 века его разрушил шторм, вызванный землетрясением. Брахманы называют Адамов мост мостом Рам или мостом Налы. Согласно индийскому эпосу Рамаяна, он был сооружен по приказу императора Рамы. Строительство велось под руководством Налы сына божественного зодчего Вишвакармана силами поданных и союзников Рамы, включая армию обезьян. Вишвакарман в индуистской мифологии божественный мастер, творец вселенной. Впервые Вишвакарман упомянут уже в Ригведе, где ему посвящено два гимна, автором которых выступает он сам. Само слово Вишвакарман в значении творец всего. По мосту войска Рамы переправились на Шри-Ланку для сражения с ее правителем Дэмоном Раваной, похитившим возлюбленную Рамой, Ситу. Сита – героиня древнеиндийского эпоса Рамаяна, супруга Рамы. По мусульманской легенде, по этим отмелям Адам, направляясь к Еве в район современного города Джида, перешел со Шри-Ланки на континент после изгнания из рая и падения на Сирипаду. Адамов пик гора на острове Шри-Ланка. В переводе с сингальского означает «гора бабочек». Так называют арабы и европейцы гору высотой 2243 метра, лежащую в западной части острова Шри-Ланка. В настоящее время правительством Индии разработан проект по углублению судоходной части пролива между Индией и Шри-Ланкой. Что позволит экономить до 30 часов плавания судов вокруг острова, около 400 километров. Противники проекта сформировали движение за сохранение моста как исторического наследия страны. Такова официальная версия моста Адама, но почему мост считается нерукотворный? Блоки, которые лежат на песочном основании, не такие и громоздкие, чтобы войско обезьян не могло с ними работать. Великой вероятность, что этот мост был построен, чтобы соединить Индию и Шри-Ланку, для облегчения перемещения. Ведь человеческие и материальные ресурсы Индии позволяли реально построить это сооружение. Огромные, грандиозные храмы из обработанного камня они могли строить, мост нет. А каково ваше мнение, мог любящий муж построить мост, чтобы спасти любимую, похищенную злодеем? Всем приятного просмотра. Подписываемся на канал, вам не сложно, а мне приятно получить подписку от новых друзей канала. Всем здоровья и успехов в ваших начинаниях.